Меня зовут Дима, я силы и основатель менеджер стартапа IQBIT Мы делаем футболку, которая спасает жизнь На данный момент, когда человек обращается к кардиологу первым делом то, что кардиолог предлагает это поносить устройство под названием полка Это вот такая вот штука, которая вешается на грудь либо сюда Огромное количество проводов, электроды с липучками которые цепляются в тело В общем, жутко неудобно для того, чтобы сделать ЭКГ электрокардиограмму и продиагностировать работу средств сосудистой системы У нее огромное количество минусов Во-первых, сами липучки вызывают раздражение кожи Во-вторых, когда носишь холтер это неудобно, потому что огромное количество проводов и просто физически перемещаться неудобно В-третьих, холтер для того, чтобы получить, нужно ногами прийти в больницу выстоять очередь Что самое интересное потом можно узнать, что на холтер очередь и нужно вернуться через 2-3 месяца Это реальный факт в российских больницах и не только в российских За границей тоже самое Ну и последнее, что можно добавить данные собираются физически в это устройство холтер нужно тоже потом сдать обратно Если ты его сдал не вовремя То, соответственно, врач получит холтер то уже там еще спустя две недели и данные обработают еще позже Ну и начинается такая чехота Итак, неудобно, недоступно данные офлайн Наше решение — это футболка, где роль электрода пополняет только проводящая ткань То есть просто одеваешь футболку, данные собираются отправляются в Google Cloud, там обрабатываются искусственным интеллектом Таким образом, кардиолог быстрее принимает решения и, собственно, видит это из любой точки мира даже когда он находится где-то на отдыхе Мы планируем входить на рынок США Это огромный рынок Именно носимые устройства ЭКГ — это 3,3 миллиарда Планируем через 5 лет занять хотя бы 5% этого рынка и получим выростку 165 миллионов долларов Есть достаточно большое количество конкурентов Но те, кто делает именно футболку, их очень мало Apple тоже пытается на этот рынок вылезти Последние Apple Watch 4, которые вышли в конце того года Они тоже пытаются снимать электрокардиограмму Но с медицинской точки зрения это очень слабая технология поскольку там всего одно отведение И это также неудобно Нужно прикладывать пальцы к часам Снимать в течение 30 секунд этот показатель И он на самом деле очень мало что выявляет Дорожная карта Значит, на данный момент мы сотрудничаем с фондом Digital Horizon И попали на акселерацию в высшую школу экономики Акселератор У нас уже есть прототип, который работает, показывает график Мы планируем к концу акселерации сделать выручку в 100 тысяч долларов Скорее всего это в российском рынке И на данный момент мы уже договорились с EMC Европейский медицинский центр о совместном плоте Общаемся с другими компаниями Планируем далее запустить роутсорсинговую компанию на рынке США Поскольку собираемся туда выходить И до конца года сделать 300 тысяч долларов Соответственно, потом, через 5 лет выйти на 165 медицинговую компанию У нас International команда, Data Scientist CD в Индии Команда инженеров находится в Челябинске В Южноуральском университете Ирина Черданцева, радиолог с 15-летним опытом работает в клинике Торонто Занимается именно чтением ЭПГ Собственно, программа «Сильная» Команда «Сильная» Нас сейчас 11 человек Давайте спасем вместе миллионы жизни по всему миру Спасибо Дмитрий, а сколько стоимость у вас устройства для футбола? Да, мы планируем, что розничная цена будет порядка 200 долларов Автовая – район 100 А себестоимость? Плюс-минус на средней партии? Скажем так Ближайшие до 300 тысяч долларов Если речь пойдет о серьезных партиях, а мы планируем заниматься бизнесом То есть когда мы будем выпускать тысячи штук этих футболок Себестоимость может составлять порядка 10 долларов То есть наша основная капитализация и ценность Она в ПО, в интеллектуальной собственности, в алгоритмах А вы уже как-то фиксировали вашу интеллектуальную собственность? У нас есть пара патентов на территории РФ На гаджет, который занимается непрерывным чтением ЭКГ И есть еще патент на чтение ЭКГ при помощи детской кушетки То есть футболка – это наш флагман, у нас есть еще матрас, пленка, подушка и детская кушетка Которая считывает ЭКГ Когда ты просто решишь, что не поможешь, что вы проводите ткань Я два года назад встречал подобный проект И если надо, могу найти у основателя Где-то у меня в контактах есть Я не знаю, почему у них не получилось Но у них, видимо, не получилось А что делали? Именно футболку с замером ЭКГ Но методика ваша или не ваша, я не знаю Интересно, в России? В России Планировали тоже идти в штаты То есть та же история, да? Спустя два года Я их встречал в России Они в РВК, по-моему, подавались И что-то у них не пошло Понятно Но на самом деле, насколько мы изучали Подобные гаджеты Начали появляться чуть не восемь лет назад И, в принципе, сейчас время более благоприятное Поскольку железо стало меньше, дешевле Это я согласен, да Форм-фактор удобнее стало делать А с точки зрения часов Люди не готовят доверять Часовому стройке в часы И на этом их условно говоря Понятное дело, что там точность Приближение Эффективность Она не та Но, тем не менее, да? Как бы Я думаю, что если, допустим На себя примеряя, да? Это Customer Development Я либо пойду к врачу И, там, ну, сделаю это Схожу в центр И сделаю там День нагрузочный вот эти тесты Все Похожу с этим прибором С холтером пять суток или пять суток? Или десять? Мы снимаем Там пять-десять, говорят? Но мне говорили Мне говорили Почему-то там сутки Или что-то такое Ну, даже сутки Представьте, вот допустим Лето, жара В Калифорнии Ну да, неудобно Вам хочется, там, не знаю Поиграть в теннис Вот вчера мы были в ЕМС Общаясь с генеральным директором Он говорит, я хочу поиграть в теннис А на них холтер Я не смогу это сделать А часы не дойдут до этой точности? До вашей? Нет Потому что в медицине Есть такое понятие Как количество отведений Количество точек С которых снимается Грубо говоря Три отведения Дает там, условно 3D-картинку Сердца Ну, они выпустят Какие-нибудь наклеечки Тоже Он наклеит, соответственно На это И подключение К мобильному приложению Теоретически можно Но, во-первых Это уже не часы Да Во-вторых Если так порассуждать То лет через десять Возможно будет там Устройство размером Лисовое зернышко Которое будет иммазивно Вводиться под кожу Да Да Просто нужно успеть Нано робот какой-нибудь Сначала нужно сделать вот это Да И успеть попасть туда Маленький Извините Привол, да? Не, не, нормально Маленький вопрос А есть какие-то законодательные Требования по сертификации В России и за рубежом? Да, конечно есть В России Если ты продаешься Как медикал девайс То, конечно Ты должен Получить определенную лицензию Такая же история в США Там есть Food and Drug Administration Где нужно подходить Ну, соответственно Есть определенные Косты На получение Такой лицензии Есть там Временные рамки Но они не пять лет Получается там, да? Это не пять лет Но мы знаем кейсы Допустим Компания Cardioma Которая сделала Такой Пласты Но опять же Он в одном отведении Насколько мы знаем Снимает То есть с медицинской точки зрения Возможно не так точно Но они его регистрируют На рынке в США Через FDA У них это заняло Порядка полутора лет Вот А есть другие кейсы Которые Ну то есть Минимальный срок это три месяца В среднем где-то шесть-девять месяцев Спасибо Спасибо Спасибо